друзья всем привет прекрасный день сегодня хоть и сезон дождей но погода радует были дожди неделю сейчас хорошая погода хожусь и на пляже равайи чем начинаю сегодня такой небольшой бложек сегодня предлагаю проехаться по красивой дороге от равайи до патонга такая интересная тут дорога вдоль берега я считаю на из самых одна из самых красивых здесь вообще на пхукете вот поделиться своим мнением в таиланде скутере моем вот honda dv уже проехал я на ней на этом скутере 20000 без малых километров хочу поделиться впечатлениями когда вот вариатор там почистили починили заменили ролики на нем думаю будет интересно и посмотреть на дорогу не в статическом так сказать и режиме до стоять рассказывать а именно ехать и соответственно рассказывать вам с последней моей моего рассказа 12000 километров на honda dv уже прошло с марта месяц три месяца я уже тех времен еще 8000 практически наездил объездил уже еще юг таиланда поэтому будет интересно присаживайтесь наливайтесь еще не поесть попить а мы начинаем и сейчас поедем вдоль моря классная погода все здорово давайте кстати хочу сказать когда он поменял ролики на новый мопед как подменили насколько все-таки серьезно влияют эти маленькие элементы трансмиссии на поведение мопеда что 20000 километров друзья практически от 19 265 если быть точными без малого 20 тысяч километров за 8 месяцев за неполные 8 месяцев это достаточно много для такой техники некоторые на машине столько не проезжают за год на такой технике так и вообще некоторые по пять лет ездил чтобы накатать такое такой километраж если не больше ну что хочу сказать вообще очень удачная модель просто балдею от этого скутера отношение цена качество соотношения просто мне кажется идеальная впереди пляж на их арм из моих любимых дорог есть красота вот то вот еще за 20000 километров ничего не случилось даже резина еще стоит прежняя вот единственный момент что я почистил вариатор тогда заезжал ссылочка будет на серию если не видели посмотрите и поменял ролики на вариаторе причем сделал я это уже после того как был у мастера он мне просто показал что они уже квадратились я загуглил и мне показалось что надо бы их поменять потому что все таки сильно влияет это на поведение скутера поэтому и не зря я это сделал кстати вообще не зря потому что вот сейчас вот я разгоняюсь на 6000 это вот оптимальный крутящий момент на этом скутере вот видите мы с вами даже эти машины в легкую обгоняем потому что на 6000 это вот 6200 это самый максимальный крутящий момент у двигателя и вот с новыми роликами он примерно держит вот эти обороты понимаете здесь подъемы достаточно крутые не знаю ночные камера передает или не передает но они таких подъемов например где-нибудь центральной полосе россии надо еще поискать здесь такой рельеф красивый пляж найхар съедешь кайфуешь рулится вообще здорово по сравнению там с пасы и сам просто небо и земля сейчас мы с вами к озеру найхар спустились кстати насчет вот твердости либо мягкости подвески на этой конди она так скажем потверже чем на пасы иксе но она лучше держит дорогу единственный момент если вы скачаете вот как требуется по мануалу колеса там сделаете грубо говоря два и одну по моему атмосферу спереди или две атмосферы спереди а сзади две и две атмосферы будет немного жестковато все-таки надо это учитывать я вот сначала сделал так мне не понравилось вы знаете я поездил где-то неделю помучился мне не это я спустил где-то 1 и 8 сделал спереди и где-то 2 сзади две атмосферы сзади вот самый раз расход не вырос динамика не уменьшилась но ездить гораздо комфортнее все-таки вот этим мелкие неровности подвеска отрабатывает но когда еще и резина их на себя берет это получше по ощущениям налево пошел пляж найхар мы с вами так объедем озеро найхар многим эти места знакомы я думаю насколько все таки я вот думаю люди недооценивают в наших широтах такую технику москве где нибудь в области просто настолько меньше на него затрат настолько она в летняя я имею ввиду время года чем на машину например это просто несоизмеримые величины сейчас вот мы с вами поехали в сторону пляжа ката катаной такая красивая дорога начинается моя любимая живописная среди вот таких начала среди таких красивых домиков здорово вес мощность так скажем это основные параметры которые влияют на безопасность здесь небольшой вес управлять техника легко она практически не заваливается то есть вот я еду он не заваливается знаете нет такого что завалился и уже надо его ловить все прогнозируемо если даже заваливается ногу выстоял остановил вообще легко любой человек справится даже не крупной комплекции в отличие от большой тяжелой техники больших мотоциклов здесь такая дорога есть вообще супер подъемы вы знаете вот 160 кубов казалось бы ну вот у меня вес там девяносто с лишним килограмм вот я еду знаю камера передаст не передаст тут или пассив вертикальный подъем вот этот вот это вообще один из самых крутых по моему на пукете он вывозит выходит друзья комфортно вывозит и вдвоем тут заедешь спокойно и одному весты ходят то есть прет больше и не надо вы понимаете самое интересное что больше и не надо просто кайф слон эти слона посмотреть смотрите эти слоник ничего себе там у слоника детям не смотреть даже до 18 конкретно было женщины тоже закройте глаза ай прикол надо слон такое учудил вот поэтому если есть возможность покупайте такую технику ездите получайте удовольствие вот сейчас опять подъем идет просто вот видите на 6000 ежет самый вот все таки насколько важной ролики чтобы были целые и отводраченные и из завода стояли вот идет на своих комфортных оборотах понимаете подъем тут ё-моё яйца все никаких вопросов красота ведь я говорю проверяйте эти ролики недаром пишут их надо проверять там раз четыре-пять тысяч километров это действительно так что я аж до 18 с половиной тысяч на ездил потом меня осенило ну осенило меня тоже не просто так все таки начал немножко буксовать вариатор цепель и вариатора какая дорога красивая просто кайф едем в сторону пляжа карта понимаете даже вот в таких условиях ты не чувствуешь себя ущерба на этой технике она едет уверенно все классно быстрее и не надо друзья и не надо я вам говорю потому что ситуации могут быть разные всегда надо иметь время на реакцию на принятие решения на вдув колес на технике это двойнее в четверне важнее чем на обычные на четырехколесные вот смотровая тут прикольная давайте глянем так чисто покажу вам вот видите класс он пляж ката потом корон а здесь вот катаной все три пляжа катаной 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 все видно здорово он биг будда наверху стоит вы видите дорога классная какая серпантинчики подъемы спуски все просто красота здесь настолько привыкаешь от двухколесной вот этой техники просто я уже себя не представляю где-то в другом месте где у меня не будет возможности на ней ездить понимаете это какой-то уже как наркотик я теперь понимаю мотоциклистов и прочих водителей двухколесной техники даже велосипедистов потому что это ощущение полета оно непередаваемое ветер в лицо обдувает тебя теплые вообще в Таиланде это просто чудо не хочется никуда спешить вы знаете вот на такой технике просто получаешь удовольствие все видишь все замечаешь просто кайф то есть получается за 20 тысяч километров фонда dv ни разу не сломалась ни разу не сломалась ни разу ничего с ней не произошло кроме вот того что я увидел с вариатором я бы мог это и не заметить другие бы ездили и ездили вообще бы не парились вот просто загрязнился вариатор представляете и это на скутере малоокубатурном 160 кубовом скутере я просто там смотрел взрывной майк есть такой канал Миша ведет он здесь тоже на Пхукете часто бывает тоже обзоры запиливает прикольный у него канал и у него там дру эндуро так скажем да мотоцикл уже там сколько там 1015 он у него проехал уже там лазил в двигатель что-то смотрел что-то текло я думаю да уж и ведь тот двигатель и тот мотоцикл не работает в таких условиях тяжелых так скажем как работает вот эта техника где я объехал весь Таиланд в жару под 40 обороты тут гораздо выше постоянно ну это сами понимаете что ресурс этой техники гораздо меньше по идее чем вот большого крупного мотоцикла ну выходит что наоборот то есть вот эта хонда она надежнее чем большой мотоцикл понимаете интересно и это удивительно просто когда такую технику кто-то рассматривает покупки он думает ну там поедем 10-15-20 тысяч на помойку нет нет друзья ресурс тут нормальный извините я тут немножко по встречке но тут можно это Таиланд видите там встал автобус и сделал пробку вот вот мы приехали с вами на пляж Ката называю Ката потому что так вроде на последний слог у них все ударения не Ката, а Катайни кайфово 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 вообще китайки пошли китайки китаянки сейчас очень много китайцев здесь приехало они летом любят сюда приезжать в летние месяцы так это назовем для северного полушария мы с вами на пляже Ката сейчас проедем сначала здесь вдоль так сказать второй линии там где находятся рестораны, бары всякие другие дела для туристов а потом по пляжу самому проедемся пройдемся покажу вам как сейчас пляж выглядит Некоторые люди говорят не любят что нет сезонов а я говорю да каких нет сезонов тут нет плохих сезонов друзья тут есть теплый сезон и есть чуть менее теплый сезон это ли не прекрасно понимаете тут есть лето для тех кто любит жару и есть лето которые любят дождики вот например в приморском крае такое примерно лето в хорошем смысле вот знаете когда нет дождей холодных здесь теплые дожди бывают пасмурные дни бывают солнечные вот как сегодня дни это же класс поворачиваем налево и проедем вдоль пляжа тут односторонняя дорога закольцована некоторые нарушают с той стороны но я не люблю так ездить в нарушение поэтому сейчас приедем на пляж кота покажу вам насколько тут все равно видите вот вся инфраструктура все сделано для туризма классно сравните с нашими курортами и сравните здесь гораздо лучше а море ну вообще не несравнимое море просто несравнимое с нашими морями теплое кайфовое смотрите сегодня даже тут волны нет особо вообще супер вчера волна тут кстати была сегодня вообще классно даже вот волны нет особенную вообще вот вам и низкий сезон друзья супер сейчас остановлюсь покажу вам пляж ну что мы остановились с вами на пляжике Пляж Кота. Сегодня прилив такой большой, кстати, по побережью. Везде. Видите, как... Как здорово. Вот он, пляжик. Да, прилив сегодня тут капец. Давайте так снимем немножко. Сюда задувает. Люди отдыхают, видите, красота. Видите, куда аж море добивает. Супер. Кто серф любит, приезжайте на серфе. Здесь, видите, серфовые споты, а там вот вообще нет волны. Классно, как мы с вами проезжали. Поэтому пляж Кота. Огонь. Вода красивая, видите, какая. Вообще супер. У нас чуть не текает. Вот с этой стороны от пляжа классный такой, мне нравится, ризот. Отельчики. Видите, как здорово тут сделано. Вообще кайф. Вот этот. Если будете на Кате, вот останавливайтесь вот в этих отелях. Вообще тут супер. Они идут вдоль всего побережья. Классное место такое. До берега тут прям рукой подать. И тут такая зелень, так красиво, здорово все оформлено. А вот пляж тут сам. Моя ласточка. Сейчас продолжим движение. АДВ-160 рекомендую. Вообще супер мопед. 20 тысяч, представляете? 20 тысяч уже. Классно, согласитесь. Таиланд, Фукет в любое время года классный. Сейчас предлагаю поехать в сторону пляжа Корон. Это следующая наша остановка будет. Пляж со скрипучим песком. Еще поговорить про Онду АДВ. Что еще нравится, что не нравится. Ну, я не знаю. Знаете, вот и как-то звучит, как кулик свое болото хвалит. Но я действительно кайфую от этого мопеда. Какие у него тут слабые стороны. За эти деньги, что он стоит в Таиланде. А это в районе там, сколько? Двух тысяч, двух с половиной тысяч долларов. Представляете, что такое? Две с половиной тысячи долларов. За технику, за такую. Да это вообще ни о чем. В России бы он стоил 250 тысяч рублей. Представляете? 250 тысяч. Всего. А он, по-моему, стоит там что-то в районе 600. Видите, 600 тысяч стоит такой мопед в России. А здесь он стоит 250. Новый. Я не знаю, откуда у нас ценообразование такое берется. Почему не сделать дешевле эту технику? Сказали, люди на нее стоят. Стоит на юге России. В больших и малых городах. Почему не ездить на такой? Меньше провод будет. Что, мы с вами выезжаем из пляжа. Кота. Едем в сторону пляжа Корон. По поводу свет, как светит. Ну, вставлю картинку. Ну, не картинку, вставлю кадры, как ехал, когда с подписчиком на смотровую. Как раз ночью без всякого освещения там кадры. Посмотрите, как у него фары работают. Еду с дальним светом. Освещения уже нет на дороге. Дадите свою оценку. Ярко это не ярко. Достаточно, недостаточно. Вот пляж. Корон. Субтитры подогнал «Симон» Здесь встанем. Друзья, ну что, остановились с вами на пляже Корон. Вам покажу еще этот пляж. Он один из самых длинных на Пхукете. Вот. В районе трех километров его протяженность. Ну и опасный он тоже. Открытое море. Волна. Надо быть осторожным. Ну вот он, красавчик. Пляж со скрипучим песком. Даже кто-то рыбачик какой-то дед. Он сразу ступаешь на него и как по снегу идешь. Такое ощущение ноги, знаете, передается. Такой скрип. Смотрите, как волна вымала пляж сам. Вот так вот. Ну что, продолжаем движение дальше. Пляж Ката посмотрели. Пляж Корон посмотрели. Следующий пляж Патон. Самый злачный пляж на Пхукете. Так это назовем. Но там уже не такое море, конечно. Там надо ехать севернее. Вернее, южнее. Тритран. Там волны нету и более-менее. А сам Патон грязноватый, конечно, как по мне. Но зато там весело. Так что двигаемся дальше. Вот какой длинный пляж. Какая длинная береговая линия. Все, что нужно для отдыха, все есть. Вообще, этот район, вот Ката и Корон, это, мне кажется, такой самый из моих любимых сбалансированных мест для туризма именно. Нет вот такой вот сильно скучности, как на Патонге. При этом все необходимое есть. Классный берег, классное море. Чистое. И гулять можно, и пробежки утренние. И все, что хочешь. Вот. Специально не выключаю камеру практически, чтобы, так сказать, все эти места, кто был, чтобы вспомнили, где гуляли, где ходили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а там Патонг сразу чувствуется, движуха, движуха пошла. Что, глянем, что тут на Патонге у нас, друзья. Друзья, ну что, мы на Патонге. Ну и смотрите, насколько здесь вода хуже, чем на Кате и на Короне. Смотрите. Волны тут поменьше. Надо, в общем, ехать вон туда. Если хотите без волны, хорошее море, вот туда. Там пляж Тритранк находится, вот в этих. Там будет классно. А здесь болотцы, болотцы, друзья. Вот так это все выглядит, как вы видите. Катают опять туристов на этой штуке. Тут не боятся же люди, я вообще не понимаю. Такой риск. Уже обрывались эти парашюты. И что только не было. Ну народ все равно катается, видите. Стоит что-то 2000 бат, что ли, или полторы. Там вот один сверху висит, это который как бы, ну, таец. А человек, которого везут, он как бы, вот видите, пониже. Просто дичь. Ну, вообще, вот такой вот пляж Патонг вам. Кто был здесь, вспоминайте. Вот так вот выглядит. Друзья, ну что, едем по первой линии пляжа Патонг. Опа-бук. Вечная движуха, пробка. Все как обычно. Вечером еще больше народу. Вот она вам, Патонг. Всеми любимый и ненавидимый. Тут ей нравится, либо не нравится. Ну, я вам честно скажу, мне не нравится. Такое себе место. Ну, для туристов, наверное, норм. Кто на неделе-две приезжает, тут оттянуться по полной, то, наверное, нормально. Единственное, что на море надо все-таки в другие места ехать. Сейчас будет справа знаменитая Бангларова. Можно, кстати, по ней и проехать. Она сейчас открыта для движения. Давайте проедем для Козы. Бангларова запишу. Вот она, видите, как выглядит. Ну, сейчас тут движух нет, потому что день. Относительно вечера, я имею в виду, нет движух. А так-то, конечно. С 18 часов ее закрывают, и она становится непроезжабельная для машин, для мотоцислов. А пока не закрыли, вот так выглядит. В жизни давно я понял, кроется гибель, где В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде Реки и моря, проливы, сколько от них вреда Губит людей не пиво, губит людей вода Губит людей не пиво, губит людей вода Друзья, ну что, мы все проехали с вами Девчонки, видите, хлопают, заходите Потому что это не девчонки были Я как-то не уловил этот момент Да, тут разные есть варианты, друзья Вон еще какие прикольные сидят Апташики говорят Сейчас тут фарангов немного по сезонам Поэтому они тут зазывают, будь здоров Смотрите, на потонге, по сравнению с другими Какая движня, да? Чувствуете тут вообще? Кому нравится вот такая тема, все сюда, конечно Тут в этом смысле не скучно Даже, казалось бы, низкий сезон Сколько мопедов, сколько машин, сколько всего Уже северная часть потонга Здесь поспокойней Ну что, предлагаю поехать в сторону Хукеттауна, друзья Все мы с вами уже тут посмотрели практически Даже вот так вот просто прокатиться Уже кайф, понимаете? По этим дорожечкам По этим таким улочкам Если такой мужик проехал, то мы тоже проскочим, друзья Перевал такой серьезный Субтитры сделал DimaTorzok Это, короче, фишка такая По сигнале здесь На горе В общем, этот перевал не для слабонервных, друзья Кто не уверен в себе Не научился еще ездить Не чувствует габаритов Междурядье Лучше сюда пока не соваться Один из самых загруженных перевалов таких Район Кату Не путать с пляжем Кота Район Кату Находится между Патонгом и Пукеттауном Субтитры сделал DimaTorzok Давайте заедем еще в Пукетскую Швейцарию Для разнообразия А там уже закончим наш, сказать, с вами Сегодняшний трип по Пукету Пукетская Швейцария, друзья Раз так и оказывается совсем в другом месте Согласитесь Вроде здесь была такая Азия Там все нагромождение, все дела А тут раз Поля для гольфа Деревья так высажены Как вот в Европе любят высаживать немц особенно Запах скошенной травы свежей Представляете, красота, друзья Смотрите, такая долина Я вообще кайфую от этого места Находится просто рядом с Пукеттауном И с Патонгом Ну, посередине И такая красота Согласитесь? Вообще тут супер Тут, правда, под кирпич заехали Но ничего страшного, друзья Так, проедем с вами Скажу вам гольфовые поля Красота, спросите Ой, народ сидит Значит, так тут классно Тут супер вообще Фуууууууууу, здорово Так, ну что, друзья Будем заканчивать сегодняшнюю, так сказать, обзорную экскурсию В таком замечательном месте В районе гольфовых полей Пхукета Хонда ДВ-160 20 тысяч километров на одометре резина еще стоит оригинальная не стерлась еще можно ездить видите протектор еще есть вариатор был почистен буквально тысячу километров назад заменены ролики ролики кстати я могу показать покажу ролики так они тут выглядят вот они видите вот они видите они приплюснуты так что так вот это выглядит друзья 19 грамм они эти ролики то есть из-за того что они вот покрыты таким вот полимером к пластиком они ведь и посплющились из-за этого как бы работал вариатор не совсем верно поэтому здорово получилось что я его заметил что он работает как-то не так из-за грязи которая там была и соответственно потом поменял ролики фильтр один раз был заменен на 11 тысячах километров я думаю что уже скоро надо будет еще раз менять его воздушный этот фильтр колодки еще стоят в оригинале еще есть менять пока не требуется диски тормозные тоже в порядке ничего менять не надо антифриз один раз доливали в районе там тысячи километров пробега завода держит уровень масло не жрет масло раз в 3000 хондовская 5w30 передняя резина тоже еще уже не свежая так скажем уже есть по репанности вот но еще думаю походит тысячи три четыре пять может еще пройдет посмотрю но уже надо будет менять так все отлично подвеска отлично вилка работает свет работает никакие лампочки не перегорели за это время ничего абсолютно не случилось не сломалась тьфу тьфу все хорошо вот такая техника видите ну здорово же друзья здорово смотрите а какой красавчик все работает все классно едет тянем ничего не надо больше понимаете от такой техники это же просто выглядит супер я смотрю китайцы подделывают блин они просто копируют дизайн даже не запариваются вот это причем на них один из самых популярных дизайнов смотрю обзоры на китайские мопеды там все слезали блин и называй название даже такое же а dvx а vd там как-то еще называют блин ну просто ничего своего короче не могут выдумать только могут скопировать у японцев и все так что все классно друзья ставим лайки подписываемся на канал кому понравилась сегодняшняя обзорная экскурсия небольшое опять впечатление после двадцати тысяч километров пробега на этом мопеде вопросов вообще нет просто зверь многие машины столько не проходят без ремонта особенно европейские а здесь какой-то мопед видите глушитель тоже ничего тут не летит все чистенький не живет не это все супер вообще поражаюсь просто этой техники какая удачная техника этот мопеда эти класс вообще и фури от них понравилось вам здорово а dv 160 20000 километров пробега пасе из них получается по трассе в районе наверное 10 11 тысяч я проехал по трассе да потому что у меня было восемь четыре ты четыре тысячи тут потом две тысячи тут это шесть тысяч это вот 4000 я наездил ссылочка будет в путешествие ездил на север в чингмай чинграй потом ездил на юг две тысячи шесть тысяч уже ну и так я выезжал просто тут в районе запхукет тоже неоднократно накатывал так что я думаю где так ну наверно 50 на 50 вот так на 10000 по городу 10000 по трассе вот такое состояние опять же ничего не вытерлось никакие кнопки не затерлись видите ничего не затерло здесь никаких нет косяков вот ручки тоже не затерлись здесь газ ручка газа тоже как новая ничего не затерлась здесь тоже кнопка запуска тоже новенькая ничего не вытерла кнопка зажигания лечение тоже кнопка открытия сиденья кнопка открытия бензобака тоже все четко ничего не затерлась ручки тоже я ехал один впереди меня такая такая honda ехал у нее ручки уже вот эти черные стали прозыну белыми до алюминия представляете пальцами стерлись я не знаю какой там пробег может быть пробег и меньше ну просто люди так я не знаю как они их труд что вот стерлась аж вот здесь у меня вообще таких вопросов нет все новенькое все классно никаких тут один косячок когда когда я завалился но помните эту историю то не помнит смотрите путешествие на север моё в чингмай там было это падение небольшое вот стекло родное оригинальное тоже нормально выглядит единственно что немножко его тряпка когда это вытираешь он немножко ему не видно царапинки появляются вот фары новенькие все отлично камни никакие слава богу не попали все супер вилочка тоже отлично все новенькое все хорошо передний тормозной диск без выработки чуть-чуть тут пальцем трогаешь чуть-чуть колодки еще живые резина уже говорил подшипники тоже норм я думаю а так все супер вообще вот вам и 20000 да он 100 тысяч пройдет этот мопед вообще вопросов нет понимаете мне кажется ну такая песня амортизаторы радиатор не забитый радиатор чистенький все нормально днище тоже целенькое можете посмотреть идея не цеплял особо супер так что так вот это все выглядит глушак с этим кофром вообще мне кажется классно смотрится песня просто песня друзья любите технику хочу вам сказать любите свою технику ухаживайте за ней на вам ответит так сказать взаимностью всегда будет у вас возить никогда не будет подводить ухаживайте за ней мойте и и не оставляйте грязной менять и вовремя расходники если что-то заметили не так сразу ремонтируйте везите в сервис не затягивайте собственно говорят под такие рекомендации будет служить вам верой и правдой ни один ни один десяток а то и сотня тысяч километров так что друзья давайте всем на связи ставим лайки подписываемся на канал до новых встреч